Здравствуйте! С вами Дмитрий Книгой. Новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Губернатор Андрей Воробьев призвал упростить процедуру ежемесячных выплат малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет. Для нас очень важно, чтобы каждая семья четко понимала, на какие выплаты она может рассчитывать. Скоро их лица появятся на баннерах округа. Врачи – участники нового социального проекта. Сейчас, наверное, немножко полегче. У нас уже кто-то на вызовах, кто-то на приеме работает. На что способна балалайка? Мастер-класс по игре на этом инструменте прошел в Видновской школе искусств. Упражнение, которое надо делать, чтобы мизинец хорошо играл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства Московской области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. На нем обсуждался ряд актуальных вопросов, касающихся жизнедеятельности региона. В начале совещания Андрей Воробьев уделил внимание реализации поручения президента России по ежемесячным выплатам малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет включительно. В этом году в Московской области ежемесячная выплата предусмотрена для более чем 120 тысяч детей, проживающих в малообеспеченных семьях. Для нас очень важно, чтобы каждая семья четко понимала, на какие выплаты она может рассчитывать и, соответственно, их своевременно получать. На совещании обсуждался ход работ по ремонту почтовых отделений Московской области и приведение их к единому стандарту. Регулярно в почтовые отделения приходит большое количество людей, это более 3,5 миллионов. И наша задача до 1 августа текущего года, соответственно, все их привести в порядок. На совещании также рассматривался пилотный проект по внедрению системы видеомониторинга контейнерных площадок. Его планируется реализовать для осуществления контроля за своевременным вывозом отходов. Цель этой работы – сделать уборку, вывоз мусора еще более эффективным, чтобы мы раз и навсегда ушли от потока жалоб на переполненные контейнерные площадки. Для внедрения пилотного проекта определены 544 адреса в 38 городских округах, где жители чаще всего обращают внимание на состояние контейнерных площадок. Система мониторинга в автоматическом режиме сможет определять факт переполнения контейнеров, навалов и незаконного сброса отходов. Настоящих героев надо знать в лицо. Совсем скоро на улицах нашего города появятся баннеры с портретами врачей Видновской районной клинической больницы. Наша съемочная группа познакомилась с участниками социального проекта, которых по праву можно назвать героями нашего времени. За каждым выздоровевшим пациентом стоит колоссальная работа тех, кто проводит в больнице круглосуточные дежурства без сна и отдыха, кто сменил кабинет на поквартирный обход. Среди них Валентина Карташова, участковый терапевт поликлиники Бутова-парк. Валентина рассказывает, что в период пандемии было очень много вызовов на дом. Сейчас, наверное, немножко полегче. У нас уже кто-то на вызовах, кто-то на приеме работает. Я думаю, что люди соблюдают социальную дистанцию, носят маски, и поэтому, наверное, чуть-чуть стало. И прививаются. Инициатива социального фотопроекта исходит от благодарных пациентов. Чтобы видновчане и гости города знали в лицо тех, кто выполняет свой долг в непростых и опасных условиях. Некоторые трудятся целыми семьями, как доктора Осокины. В 1953 году начинала главным врачом, так скажем, моя мама, моя тёща. По её стопам пошла дочь. Я уже был выпускник института. По стопам родителей пошёл и сын Василия Осокина, Виталий. С будущей профессией он определился уже в школе. Был победителем неоднократных в районных олимпиадах по химии, поэтому эти науки, которые необходимы были в университете, у меня не удавались, как говорится. И побеждал на олимпиадах, поэтому решил, что это моё. И до сих пор считаю, что я не ошибся в своём выборе. Предупредить заболевание намного проще, чем лечить, уверена заведующая отделением медицинской профилактики Лариса Соловьёва, которая трудится в Видновской поликлинике для взрослых 35 лет. Основная её обязанность – диспансеризация населения. На сегодняшний день мы активно приглашаем, приветствуем и занимаемся диспансеризацией. Надо отметить, что население активно идёт на диспансеризацию не просто по болезни, а чисто на диспансеризацию, потому что цель диспансеризации – как бы обследовать здоровых людей и выявить хотя бы факторы риска. Если есть какие-то хронические заболевания, которых человек даже не подозревает, и в результате диспансеризации выявляются заболевания, их легче предотвратить, чем потом вылечить. Баннеры с портретами врачей Видновской районной клинической больницы совсем скоро появятся на улицах муниципалитета. Жители Ленинского городского округа должны запомнить их имена. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Масленица прошла, а мода на блины осталась. Ученицы Видновской школы номер 9 решили порадовать медиков лакомством, которое сделали своими руками. Кулинария – одна из специализаций уроков технологии в Видновской школе номер 9. Девочки в специально оборудованном классе обучаются навыкам самостоятельного приготовления различных блюд в домашних условиях. В масленичную неделю основное внимание, конечно, блинам, как традиционному праздничному лакомству. Мы впервые печем для кого-то блины. В наше нелегкое время все-таки хочется совместить приятное для детей и полезное, чтобы они понимали, что их работа может приносить пользу для других людей. Сверились со схемой подготовки теста и вперед. Ученицы 8-го Б-класса несколько часов провели у плиты, приготовив по меньшей мере три тарелки блинов. Чуть позже они отвезут их видновским врачам. В Ленинском городском округе стартовала общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках мероприятия сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические беседы с подростками на тему наркомании. Чем грозит наркозависимость и как не тратить свое время на ненужные привычки, выяснила Юлия Погасьян. Выбросить из жизни от 7 до 15 лет очень просто. Внушительный срок тюремного заключения дают за приобретение, хранение и изготовление наркотических и психотропных веществ. Восстановить репутацию после совершения преступления невозможно. Оказаться в тюрьме ради быстрой наживы может любой беспечный подросток, который пойдет на поводу у распространителей наркотиков. Сейчас существует целая схема вовлечения молодежи в этот безжалостный бизнес. Не забывайте, что у вас есть родные, близкие, которые, я думаю, не очень будет им приятно узнать про то, что вы ввязались в какую-то непонятную ситуацию, для того, чтобы заработать легких денег. Поверьте, легких денег не бывает. Вот, соответственно, сейчас вообще в данный момент сотрудникам полиции ведется борьба с наркотиками и также лицами, которые пытаются распространять и втянуть несовершеннолетних лиц. Помимо борьбы с преступниками, сотрудники полиции проводят профилактические лекции с подростками. Сегодня правоохранители посетили колледж Московия в поселке Развилка. Общались со студентами первого и второго курсов. Это очень важный был день для всех студентов, потому что такие профилактические беседы очень влияют на мировоззрение самих подростков, поскольку они теперь смогут думать перед тем, как что-то сделать. Ведь они знают теперь все свои, ну, то есть ответственность за то или иное действие. Ребята отметили, что дружить и даже просто общаться с бывшими заключенными они бы не стали. И никто из студентов не хотел бы для себя такой участи. Вставать на этот путь не стоит никому, я считаю, и тем более маленьким детям. Но тюремный срок не единственная проблема, которую приобретает наркоман. Его физическое и психическое здоровье будет подорвано. В Ленинском городском округе с подростковой наркоманией правоохранителей не сталкивались несколько лет. В этом году ситуация изменилась. Сейчас на учете стоит один 13-летний юноша. Чудом выжил после передозировки. Несколько недель пролежал в реанимации. Сильно меняется внутренний мир человека. Он становится отчужденным, холодным. Утрачивает прежний интерес, утрачивает теплоту в общении даже с родителями. Становится скрытным. У него появляются те секреты, о которых он никаким образом не хочет рассказать родителю, педагогу или близкому человеку. Не полицейские или психологи, а именно родители должны защитить своего ребенка от пагубного занятия. Просто стоит быть более внимательными к подростку. Специалисты подсказывают. Признаков употребления наркотиков масса. И это вовсе не следы от уколов, а поведение. Новые друзья, о которых ребенок не рассказывает. Резкая смена увлечений. Снижение успеваемости в учебном заведении. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения – вождение автомобиля в нетрезвом виде. Чтобы это пресечь, сотрудниками ГИБДД регулярно проводятся профилактические мероприятия. На территории Ленинского городского округа сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд «нетрезвый водитель», направленный на выявление лиц, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В основной своей массе контингент водителей относится положительно. Есть, конечно, люди, которые считают, что их остановили незаконно, неправильно. Но основная масса понимает, что не остановив автомобиль, невозможно понять – трезвый он, пьяный. Человек, который выпил две рюмки, он ведет себя на дороге, как обычный водитель. В прошлом году в нашем муниципалитете произошло несколько ДТП, в которых пострадали люди. А виновниками стали нетрезвые водители. С начала 2021 года на настоящий момент таких случаев не было. Здесь без проверки, мне кажется, грубо говоря, пардак будет. Молодцы нашим сотрудникам. Они очень тщательно, очень внимательно на все заметят. Ничего неприятного я не вижу. На самом деле важно, потому что, в принципе, это бич нашего времени. Пьяные водители, ДТП жизнь спортят не только себе, но и людям. Поэтому у нас надо, конечно, что делать. Во время проведения рейда также были выявлены сопутствующие нарушения правил управления транспортным средством. На нескольких автомобилях была замечена тонировка стекол. Водителям было предложено на месте избавиться от затемняющей пленки, чтобы избежать штрафных санкций. Вячеслав, документы возьмите. На первый раз ограничивающийся устопредупреждением. Планировку одевать не рекомендуем. Профилактическое мероприятие уже заканчивалось, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого вызвал подозрения своим неадекватным поведением. После беседы с инспектором он отказался от прохождения медицинской экспертизы. Гражданин предварительно, пока материал еще не составляется, уже категорически отказывается ехать на медицинское освидетельство. Так уже пояснил еще раз. Что случилось? Дни 10 назад он ошибку курил с ребятами на день рождения. Вот. Понятно, что происходит. Ну как бы вдруг. Вот. В дневное время бывает и такое. Не все пьют водку, пиво. Кто-то бывает покурит и... Максим Евгеньевич – это живой пример. На водителя был составлен протокол. Машина отправлена на штрафстоянку. В случае отказа от проверки на алкогольное или наркотическое опьянение, гражданин подвергается штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишается прав на управление автомобилем до двух лет. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Видновской школе искусств продолжаются мастер-классы именитых музыкантов в рамках образовательного проекта «Юрий Башмет. Молодым дарованием России». 15 и 16 марта своим мастерством с подрастающим поколением поделился знаменитый балалайчник Андрей Горбачев. Его послушала и наша съемочная группа. Профессор Российской академии музыки имени Гнесиных и лауреат международных конкурсов Андрей Горбачев в проекте «Юрий Башмет. Молодым дарованием России» участвует практически с самого запуска. В Видновской ДШИ он уже несколько лет проводит мастер-классы с юными, подающими надежды музыкантами. Этот проект позволяет нам отслеживать наиболее талантливых ребят, заниматься с ними, помогать вместе с их педагогами развиваться профессионально. И многие из них сейчас становятся победителями самых крупных конкурсов. Поэтому очевидна польза этого проекта для детей и для нашей российской культуры. Сам Андрей Горбачев впервые вышел на сцену в 8 лет. За его обширную концертную деятельность ему аплодировали в том числе королева Англия Елизавета II и президенты европейских стран. Помимо выступлений, музыкант с радостью делится секретами своего мастерства с молодыми дарованиями. Полиночка, снимать надо ручкой. Снять. Все, отпускаешь струны и звук прекращается. А ты сейчас привыкла иногда раз вот сюда класть руку. Ученица Видновской детской школы искусств Полина Тарасюк играет на блалайке всего два года, но уже успела за это время принять участие во многих районных, российских и международных конкурсах. На мастер-классе у Андрея Александровича она уже во второй раз. Говорит, такие занятия очень помогают оттачивать технику игры. Упражнение, которое надо делать, чтобы мизинец хорошо играл. Ага. Будешь делать? Буду. С ее педагогом Людмилой Бурканской Андрей Горбачев когда-то вместе учился в легендарной Гнесинке. На мастер-класс преподаватель детской школы искусств провела четыре своих лучших ученика. Какие-то моменты ускользают от тебя. А вот мой однокурсник приехал, коллега, и что-то раз и нужное слово. Или иной раз другое слово, которое ребенок поймет. Вот как объяснить тот же самый, например, момент объяснить, но с другой подачей. И это очень помогает нам потом в будущем. Всего же в мастер-класс знаменитого балалайщника Андрея Горбачева на этот раз посетили 11 юных музыкантов, среди которых не только учащиеся детские школы искусств Ленинского городского округа, но и ребята из Москвы и других городов Подмосковья. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ДВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.